доброе доброе утро мои дорогие друзья я хочу вас поздравить со светлым праздником верным воскресеньем дорогие друзья я хочу вам как всегда пожелать здоровья я хочу вам пожелать благополучие ребята кого в этой жизни не все так гладко кто в этой жизни делал не очень хорошие вещи кто сейчас продолжает делать не очень хорошие вещи ребят сходите в церковь поставьте свечку и просто помолитесь не обязательно там читать молитву не обязательно примут в это сильно верить просто придите в церковь и помолитесь и начните делать хорошие дела не делайте плохих дел и тогда у вас жизнь будет все хорошо мы сегодня тоже сходим в церковь к сожалению вербу не получилось достать может быть возле церкви будут продавать ну вот сходим посмотрим но если нет значит просто зайдем в церковь и поставим свечку все ребята а вас всех еще раз я поздравляю с праздником сегодня днем обещают плюс 15 вот я пойду только куртку отдела футбол я надеюсь что я не замерзну в принципе единственное что нам сейчас нужно будет пойти найти вербу где-то мы не знаем может быть до рынка дойдем там может продают так что церковь вряд ли кто-то будет продавать либо у рынка либо до метро придется идти кстати ребят после вчерашних покатушек на велосипеде мне очень сильно болят вот эти вот игры всю ночь они болели не давали мне спать долго я не смог уснуть так что вот так ну буду немножко прихромовать немножко болит ну да ребят нисколько не пожалел я что одел только футболку потому что я боюсь что придется ее скоро вернее куртку снимать жарко вот с моего этажа с 5 до когда я открываю окно кажется что прохладно а на самом деле уже жарко уже жарко ночью долго не мог заснуть заснул только часа в три во первых болели икры было не уснуть смотрел всякие ролики на ютубе посмотрел прямой эфир нашего императора но он теперь уже не император он теперь называет себя оксаны пушкина ну я сразу говорил что не не все в порядке поэтому человек который считается оксаной пушкиной но это трэш какой-то я не знаю ну как может парень себя считать оксаны пушкины рыгая в прямом эфире говорить о извините из меня выходит оксана пушкина очень короче ну кто был вчера на прям на прямом его эфире тот знает что там было я не буду рассказывать не мое это дело я в это ввязываться не хочу люди спрашивают меня как ты на это отреагирует что-то расскажешь я сказал что я ничего не буду не говорить не реагировать не это нафиг все это не надо пускай они сами разбираются в этом так что вот так да и вот еще что я хотел сказать вот вы знаете а перебирание грязного чужого белья которая к тебе не имеет никакого отношения я считаю что это подло и гадко мне кажется что не его это дело и должны разбираться те кто реально в этом участвовал вот кто не имеет к этому никакого отношения мне кажется тому лезть не нужно ну хотя сейчас все живут ради хайпа вот но он сказал что он так боялся создавать канал на ю тубе и он сказал вот как я правильно же я все что я сказал все и все так и получилось он сказал что он боится делать оскорбить но оскорбительные такие видео на другие каналы более такие серьезные то что он боится что его и забьют ну ссыкло он себя так и называть ссыкло вот поэтому вот так решил про хайпится на тетеньках грубо говоря я еще раз говорю это его конечно дело вот каждый крутится вертится на ю тубе так и хочет но мое личное мнение что так делать не хорошо ребята не хорошо оттуда он машины стоят и тут он все по кругу а что-то они вот эту наверху зеленым так так хотели реконструировать что ли они купола красит там прям внутри или как а тоже на улице по всему периметру по кругу стоит ну потому что может быть запретили не ребята осветили вербу вот не святая вода попала кстати прямо в ухо и и туда прямо вовнутрь он мимо прошел и прямо ты рядом стояла прямо на меня все это попало так что вот так ну здорово что ребят всех с праздником поздравляю здоровья всем крепкого желаю всего самого хорошего сейчас вышла девочка с церкви и прямо в обморок упал вон до сих пор лежит на этом самом на скамейке и плохо маме моей тоже стало нехорошо она пошла посидеть на скамеечку ну видимо жарко стояли на солнце столько времени вот сейчас что-то я ее найти не могу она встала и пошла и куда она пошла не знаю сейчас буду искать в общем ребята всем крепкого крепкого здоровья ребята пришли мы домой я решил сегодня помыть окно вот на улице тепло 15 градусов в общем думаю дай-ка я вымою окошко я не буду пользоваться никакими новомодными гаджетами моющих окон у меня этого ничего нет у меня будет обычная вот такая вот палка соответственно ну мне встать наверх нормально и соответственно вот такая в этот раз я буду использовать пшикалка потому что у меня до этого было ведро воды но это очень слишком много воды на половине здесь буду просто пшикать и соответственно мыть все не хочу никаких роботов мне предлагали купить именно этот робот который знаете вот так прикрепляется из двух сторон он так вот моет во первых он не промывает углы это раз во во вторых вот эти рамы сейчас покажу изнутри до которые вот это это тоже нужно все мыть все это нужно вытирать плюс надо мыть подоконник робот подоконник быть не будет то есть получается грубо говоря за 8000 или сколько он там стоит этот робот полностью свою функцию не выполняет это примерно то же самое как робот пылесос он вроде бы как по полу то крутится вертится вроде пыль собирает а если пройтись еще пылесосом другим более мощным то окажется что он в принципе и забрал там ну сотую долю грязи которая есть так что сейчас вот все вы мою ли быстренько у меня это происходит вручную и без всяких проблем и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДimаTorzok Показывают переигранность какую-то Вы знаете, когда дети маленькие выступают в том же голосе Они когда поют, да Они прямо вот из себя Вот примерно недавно я посмотрел влог Видео одной девочки Она тоже фигурирует у этих Обзорщиков Вот Она мне как-то тоже оставляла видео Она поет Она мне написала, значит, видео под моим видео, где я пою Что много неточных нот Надо там, значит, подстраиваться под этого, под этого Я решил зайти к ней посмотреть, как она поет Вот, она тоже исполняла песню Ольги Кормухиной Слушайте, поет неплохо, хорошо Но у нее очень много переигранности Она прямо вот поет в караоке И она на голос не обращает внимания Она старается показать, какая она супер-пупер И как она хорошо поет Но это нельзя Песню, во-первых, исполнить, нужно ее пропустить через себя Вслушиваться, что ты поешь, как ты поешь А не себя показывать Ты сначала настроил вокал нормально А потом уже поет Так что вот так, ладно, сейчас буду смотреть На улице у нас сегодня тепло Смотрите, ребят, я совсем забыл сказать Почки распустились уже Я утром сегодня проснулся И увидел, как распустились почки, ребята Не за горами уже и листья Так что вот так Всем я желаю, как всегда, всего самого хорошего Ребята И спокойной ночи Кто еще заходил на мой канал и не подписался Подписывайтесь Устанавливайте лайк Кому не сложно И всем пока-пока